Ну, для меня очевидно, что эта операция спланирована была давно, потому что движение войск, знаете, расположение это все требует времени, это нельзя сделать вот так в пять минут, ах, там кто-то на кого-то напал, вот так это не делается, движение войск планируется за несколько месяцев, тем более, что там железнодорожные войска приходили веточку починить, чтобы было где ехать, понимаете? То есть они эту провокацию готовили заодно, у грузин довольно незавидное было там положение, и в общем они эти территории на самом деле давно потеряли, все мы знаем, в 92-м году они уже их потеряли, и шансов на возврат не было, но, конечно, обстрел сосредоточен, обстрел грузинских сел, и грузинское правительство оказалось в безвыходном положении. Не помогать своим, это значит потерять всякое влияние, да, помогать, значит, это как бы поддаваться на провокацию, давать российским войскам повод вторгнуться, вот у них была такая ситуация. Я про себя думаю, что, конечно, им не надо было туда лезть, конечно, тяжело пережить, когда там селы грузинские бомбят, обстреливают, но давать повод российской армии туда лезть было не надо, это ошибка с их стороны. Ну вот, но это мое мнение, может быть, разное мнение. Я не уверен, что сейчас им Молдово, Приднестровье в какой-то степени важны. У них ведь видите сейчас, как построена политика, она не построена на основе национальных интересов, она построена на основе некого соревнования. Вот показать всему миру, что мы можем обыграть американцев, вот мы им поставили, там, разбили нос, вот мы им там фингал под глазом поставили, вот. И в этом вся их радость, да, и поэтому, ну а Молдова с Приднестровьем, это не настолько важный, как бы, регион для них, чтобы генерировать там на Западе раздражение или еще что-то. Украина гораздо более для них важный объект. И если они будут развивать эти подобные операции, а похожи на то, что будут, поскольку совершенно безнаказанно все, ничего Запада сделать не может с этим. Вот, вот это вот серьезно. Уже разговоры о Крыме опять начались, вот уже мы знаем, что жителям Крыма легко выдается российское гражданство, с тем, чтобы потом говорить о необходимости защищать своих граждан, это мы все уже знаем. Дойдет ли это до какой-то силовой, что игры, очень трудно сказать. Пока что у них довольно сильные позиции внутри Украины, у них есть как бы пятая колонна, которая с ними играет, им подыгрывает, вот удалось даже правящую коалицию расколоть. Так что серьезные возможности чисто политического характера на Украине, поэтому военного, применение военной силы в данный момент им не нужно. В Грузии наоборот, в Грузии у них внутри самой Грузии позиции были очень слабые. Оппозиция, которая отчасти была пророссийская, отчасти нет. Она была очень раздроблена, сделать ничего не смогла. Ну а раз так, то спровоцировали такую военную операцию. А в Украине у них очень сильные возможности внутри страны, и они, конечно, будут им очень широко пользоваться. Продолжение следует...